КОЛЛЕКТИВ Казалось бы, Трифилов как тренер и как человек прямолинеен. Говорит то, что думает, не любит, а может быть и не умеет проявлять гибкость. Но на самом деле его команда – это тонкая система взаимоотношений. И все замкнуто на нем. Он психолог, мотиватор и стратег. Все сразу. Он, мужчина, стал лицом женского гандбола. Он уникален и тем безумно интересен. У каждого тренера свои тараканы, поверьте. И большинство тренеров работают и тренируют так, как их тренировали. У него вот в подкорке осталось то, что его тренировали когда-то. И как его тренировали. Почему в армии дедовщина? Она передается по наследству. Так и у тренеров, наверное. Меня тренировали достаточно жестко. Евгений Трифилов в своих интервью всегда смотрит на вещи с позиции своей страны и ее интересов. Можно сказать, что он пример настоящего патриота. Человека, который признает, что в России не все хорошо. Но это Родина. Ее надо любить. Делать лучшее. И ни на что не менять. Ну, я просто русский. Да, я безалаберный. Да, я не такой. Ну, я не выдержу их немецкой педантичности. Знаете, это рядочки. Все это по полочкам, по полочкам до самого верха. Надо всегда, ну, может быть, смеяться над собой. Может быть, издеваться над собой. Ну, это нормально. А они, понимаешь, как говорят, вот мы такие, мы хорошие. Чего мы хорошие? А вот наша страна. А мы считаем, что мы хорошие. В какой стране ты остановишься на трассе и побежишь в лес? Покажи мне. Ну, да, нет у нас такие туалеты. Ну, ни в одной стране ты не сможешь это сделать. Ну, нет дорог. Ну, ничего страшного. Переживем. Переживем, ребята. На тренировке Евгений Трифилов словно динамит. Достаточно искры и мало не покажется никому. Не терпит малейшей расслабленности. Не терпит ошибок. Не терпит отсутствие характера. Ведь с него начинается команда. Если девушки не доработали, и если не доработал тренерский штаб, он тут же устроит разнос. Надели вот эту штуку. Она подходит под... Вас везде скоро заселает. Вот именно. Ты должна в одну секунду выстрелить. В долю секунды выстрелить. У тебя не будет времени вот этого. Тяну. Когда сам. Может быть, кто-то и ворчит. Может быть. Но когда заканчиваются игры, и люди становятся немножко выше на одну ступенечку, или на две, или повыше, они все это забываются. Все это нивелируется. Я могу привести такой пример. Я и в Астрахани, этот раз, когда мы выиграем, встал, извинился за то, что в течение года, может быть, не очень лестно отзывался, сравнения были не лестные, не в пользу девушек. Ну, это бывает. Ничего страшного. Это самый популярный ролик с участием Евгения Трефилова. Накануне в ключевом матче в борьбе за путевку в Рио с Польшей он потерял голос. Но это никак не сказалось на его стремлении добиться от девушек максимума. Здесь нужна наука. Уже методом научного втыка два пальца в розетку не получается. Ты должен понимать, что ты делаешь каждый день. У спортсмена он ограничен, ну, 20 лет, 27 лет, и уже пошел на спад до 30. У девушек, ну, 30, все, дальше рожает, уходит. Он не любит выходных. Его жизнь — это гандбол, в гораздо большей степени, чем для девушек в команде. Со сборными он работает с 93-го года. Чего только с тех пор не было. Конечно, ему смешно, когда речь заходит о допинге в гандболе. Посмотрите на его команду. Ее главный тренер. Вот их допинг. Какой еще нужен? Ну что, все нормально? Так, как вы хотели отвечать? Хорошо. Да, пускай приходят. Ну, там приходили, ну, в Астрахани. В 6 часов утра прибежали не в тот отель, разорались. Вы не там живете, вы не там спите. Ну, спасибо, гуманат, он пересилил в другой отель, а у них там неправильно было записано. И самое интересное, прибегают русские, им задание дали, они прибегают, и начинают орать. Чего ты орешь? Ты такой же русский, как и я. У нас витамины, это помнишь и помни-ка. Я вспоминаю 60-е годы. Помнишь, говорит, камфорным маслом, и все пройдет. Так и здесь. Но у нас нету сейчас ничего. Особенно в спортивных играх. Но если ты не имеешь денег, вообще будешь сидеть на бомбахах. Ты чистый, чистый. Матчи Евгений Трефилов проводит на площадке. Да, он не выходит за лицевую линию, но после игры видно, что он отдал часть себя. И этим моментом безумной тренерской жизни Евгения Трефилова мы можем наслаждаться в каждом матче сборной России. Он не любит легионеров, выступает резко против них. Это все знают. Но дело не в иностранцах. Просто он хочет доказать, что мы лучше. Мне нравится, конечно, немцы, нравится. Я просто завожусь иногда. Я завидую им, конечно, что у них так разложено все. Ну хорошо, но если мы такие, ну давайте лучше становиться. Потихонечку будем становиться лучше, но не каждый раз говорит, да, помойка, да, Россия, это плохо. Чего плохо? Ты где Россия родился? У Высоцкого была песня классная, я сейчас забыл. Вы помните такие слова? Картошку с сальцой ее намять. Там что-то про Россию плохо говорили. А говорят, ты как картошку с сальцой намять, так ты в первых рядах. Понимаешь, так и здесь. Ну есть у меня вот эта команда, это моя команда. Да, я могу критиковать, но она моя. Делай лучше. Делай лучше. Не вой, что он... Ну залезь на крышу, сними штаны и кричи. Кто тебе поможет? Ты сам должен ковыряться. Так и мы. После серебра Олимпийских игр в Пекине команда подарила Евгению Трифилову новые часы. Хочется пожелать ему еще одних, сразу после Рио, 20 августа. Хочу выиграть. Очень хочу. Но это я в последний раз так сказал. Теперь если 20 августа скажу.